Я искренне желаю вам сегодня честно, перед лицом своих товарищей, дать торжественное обещание, служить Родине, защищать нашу Родину. Желаю вам удачи. К принятию торжественной присяги приступить. К принятию торжественной присяги приступить. Есть. К принятию торжественной присяги приступить. Были воспитанниками, стали кадетами. Для 15 ребят 3 апреля теперь особенный, значимый день. Его они запомнят на всю жизнь. Ведь в этот день они приняли свою первую присягу. Свет уберечь законные традиции кадетского образца, горячу любить Родину, стать достойным защитником отечества, жить и учиться по закону мужества, чести, добра и справедливости. Если я нарушу эту мою торжественную присягу, то и пусть я буду лишен звания кадетов. Очень счастье достойно. К принятию присяги эти ребята начали готовиться давно, можно сказать, с первого дня, как начали обучение в Красноармейской кадетской школе. Финальным этапом стала сдача зачета по основам военной службы. Только после этого допускают к принятию присяги. Само мероприятие здесь проходит всегда в торжественной обстановке. Волнуются не только ребята, но и педагоги. По словам Ольги Клюевой, хоть и проводят церемонию уже в девятый раз, а переживают всегда, как в первый. Формат присяги, он традиционен. И очень важно хранить традиции. Мы максимально приблизили это к формату, который появился еще у Петра, в первой школе навигационных наук и математических. Стараемся эти традиции вытаскивать из исторического прошлого и возвращать в нашу жизнь. В них столько позитивного. На церемонию всегда приезжают гости. Поздравили кадетов руководитель Пушкинского отделения областной организации боевого братства Сергей Борисов и председатель Совета ветеранов Пушкинского округа Борис Клюев. Он прослужил 30 лет на военно-морском флоте. Для юных ребят это честь получить погоны из его рук. Я горжусь этим званием, что буду получать еще более большие звания и буду стремиться к лучшему. А сложно было готовить? Сложно. Вы знаете, до сих пор даже не верится, часто даже не верится. Испытываю, надеюсь на лучшее, надеюсь, что выбор наш правильный, хотя нам все непросто еще. Ну, надеемся на лучшее. По традиции после церемонии идут показательные выступления. Кадеды демонстрируют то, чему уже научились. Мы не так много репетировали, поэтому они огромные молодцы, если честно. Они первый раз почти выступают. Некоторые из них пришли в прошлом, позапрошлом году. И вот их поставили, так сказать, в строевую коробку. Сейчас на показательных выступлениях Лисим можно было заметить, что у нас маленькие дети. Ну, они пятый, шестой класс. Вот, обычно всегда старшие классы это проводят, а вот сейчас вот с пятого класса даже набрали. Ребята молодцы, правда, очень постарались. Сам Вадим сюда попал благодаря своему дедушке. Именно он предложил пойти в кадетскую школу. Тогда Вадим был в пятом классе и не раздумывая согласился. Он понимал, что это отличная возможность подтянуть не только свои знания, но и физическую форму. Мне нравится данная школа. Я очень много от нее получил в плане знаний, в плане моего сейчас, так сказать, уровня. Я этому всему благодарен в первую очередь школе, поскольку с пятого по одиннадцатый класс я воспитывался здесь. Ну, естественно, дедушке, который меня сюда, так сказать, отправил. С учетом сложившейся ситуации после пандемии в школе идут навстречу людям. В этом году не поменяли цены. Красноармейская кадетская школа – единственная в России, которая берет ребят с первого класса. На сегодняшний день здесь обучается 79 кадетов.